Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, Греша. Номер 927. События дня. Серахов, 7.39. Во всех делах Твоих помни о конце Твоем, и вовек не согрешишь. Игнатов Сергей. Спаси Христос, Игнатий Тихонович! Живу с вами в селе Потеряевка одним духом, благодаря Твоим богодухновенным видеороликам и ретранслируя их в Фейсбуке. Вижу, как ты устаешь, как вас пока мало, хотя вы все настоящие Христовы, воины и соработники Ему. Завтра начало июля, а мне в отпуск пока уйти нельзя, работы много, не управляюсь. За плечами 58 лет, а организовать свой труд, как положено, еще не могу. Помяни, Игнатий Тихонович, меня в своих молитвах. Господи, благослови Сергея. Сейчас оказываю помощь своему бывшему руководителю клуба «Дельта-планеристов». Честному, бескорыстному, но духовно заблудшему человеку, Верди Боженко Василию Сергеевичу, которому 80 лет. Я с ним летал на «Дельта-плане». Сейчас он атаман степного казачества в городе Мариуполе и называет себя Волхвом Вогнеславом. Недавно при осмотре места хранения оружия полиция обнаружила в его охотничьем карабине патроны от стрелкового оружия, которые запрещены в обороте. Возбуждено уголовное дело, и я, как принимаю, по нему участие. Он называет себя казаком-характерником, делает массажи людям, владеет искусством рукопашного боя, а по болевым ощущениям на кисти руки диагностирует здоровье, рассказывает о каких-то энергиях, которыми может заряжать людей предметы, показывает через Г образную проволоку ее уклонения от заряженных им предметов. Но мне это неинтересно и не увлекает. Нашего Господа Иисуса Христа он признает, но является язычником, и во дворе у него стоит идол-сворог, у которого кудесничает его знакомый Волх. Я призываю его быть мудрым Волхвом и поклоняться Господу Иисусу Христу. Показал ему как-то видеоролик о тебе, он взял движение рукой и сказал, что зарядил тебя, Игнатий Тихонович, и попросил спросить, испытал ли ты от него прилив энергии? Ничего не испытал. Пустое все это. Я молюсь Богу, Иисусу Христу. Лично я опытно эту никакую энергию не чувствую, а вот когда душа радуется при чтении Святой Библии или болит почему-то, я знаю по себе хорошо. Молюсь за Него Господу, дабы Василий был просвещен Словом Божьим и принял участие. Учение. Господа Иисуса Христа, а не языческую религию Зараастрых. Жалко видеть душу, погибающую во тьме неведения о Святом Евангелии. Молюсь за прокурора Максима и других заблудших душах, не просвещенных Словом Божьим. Храни тебя и ближних, Господь, твое духовное чадо. Игнатов Сергей. Это Украина. Украина. На 30-е, 6-е, 2018-го. Я отвечаю, отстань от этого чародея, во двор к нему не заходи и не приветствую. Второе послание святого апостола Иоанна. Местописание подтверждающее, что это действительно так, заходить не надо. 1-11. Ибо приветствующий его участвует в злых делах его. 2-ое, коринфянам 6-14. Не преклоняйтесь по чужой ярмо с неверным, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Белиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Тут как раз и идол, и все подходит. Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду обиходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. И я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Сидержитель. Так что не надо прикасаться, не надо заходить, не надо защищать там эти патроны. Вообще никакого общения, и разговаривать не надо. Письмо Игнатова Сергея, атаманов, степного казачества Верди Боженко, Василию Сергеевичу. Спаси Христос, Игнатий Тихонович, когда буду в Мариуполе, то передам казаку и Верди Боженко следующее письмо, уважаемый Василий Сергеевич. «Если жив буду и Бог даст, то приду к тебе, как человеку, ревностно уверовавшему в Господа Иисуса Христа, которому все возможно, при наличии твоего твердого шага в объятии единого истинного Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь». Игнатов Сергей. 30 июня 2018 года. Я отвечаю. Нужно добавить два слова «только как человеку, уже ревностно уверовавшему в Господа Иисуса Христа». «Прещённому бесам и человеку, да ещё уже в таком возрасте, почти никогда просто так не удаётся вырваться из сыпских когтей душегубца дьявола. Он будет подпираться гнилыми косяками, что он пользу не приносит людям и прочее, и прочее». Священник. Вот это уже другая тема пошла. Много спорят тут, прямо спорят в исследовании Священного Писания о десятине. О чём был бы разговор? Он не берёт десятину. Почему? Да это мизерное по сравнению с торговлей. Это тут только поэтому. А если бы торговли не было и только жила, да, то он десятину-то и взял сразу даже. Отвечаю. Священник, где идёт торговля, и не должен брать десятину. Святая десятина от Бога установлена, а торговля от торгашей и от разбойников. Домом торговли сделали вертепом разбойников. И далее поставил стихотворение 36 строчек о десятине, и напротив каждой строчки место из Святой Библии. Вот открой их все, прочитаю, и всё будет понятно. Десятину Бог установил. Многим десятина неизвестна. Автор у неё Эммануил со священством повенчал невесту. Всё, что удаётся нам добыть, спотом заработать, прикарманить, верные, свободные, рабы. Обратите на неё внимание. Все обязаны святую и десятину в церковь принести, отдать священству. А иначе Бог тебя покинет. Святотатцам нет пред Богом места. И Его обещает много с неба изобилия послать. Десятину не кради у Бога, милости и получишь без числа. Так, одна десятая всего, до чего то, чего коснулись десять пальцев, что отмерил разумом, ногой. Изначально к нашему прижалась. Эту красоту излишек счастья сововно время нам вручил. Осветить твоё десятой счастью. К милостыне с детства приучить. Не смотри, что в храме есть достаток. Покорись смиренно перед словом. С невороном и сону с устатку сладок. Послушание ляжет в изголовье. Десятина уберёт торговлю, установит в храмах тишину. Приноси её по доброй воле, приучи к тому детей, жену. Десятина. Чудная картина. Гармоничность, чинность, высота. Без неё мы все под карантином. У разрушенного жадностью моста. То есть не перейдёшь. 26 июня 2003 года. 15 лет назад ещё написал Вера Митрохина. А куда мне её деть? Отвечаю. Прибереги дом пока. Вера. Хорошо. А как на исповедь ходить, так и ходила. Да. Вера. Спаси Христос вас, наш Игнатий Тихонович. Ну вот. События дня. Сегодня уже 1 июля. Пошли, где мы всё-таки сумели опрокинуть башню. Была башня высокая. Там 6,80 сантиметров. Всё подгнило. Все столбы всё сгнили. Вовремя мы её повалили. И стали разбирать. А там столько скруток, скобы, гвозди. Там ломами мы её кое-кое как разбили. Растащили. Пока всё там лежит. Ну всё. Это на навозной куче высоко. Железные ноги там делали. И пасынки всё провалилось. Ну а что дальше? Баню. Суббота. Сходили в баню. Сказал, после обеда отдыхайте, чтобы в храме не дремать. Дальше богослужение вечернее. Вот наш распорядок. Проверяю, что, как выставляют. На свои ресурсы показываю. Вот у нас мой мир. В моём мире. Уважаю, люблю эту систему. Далее ленточный православный форум. Ну и канал. Канал, конечно, большой видеоканал. Вот показы ограждения, что тут делали. Замеры Южного Симаковского пруда. Всё, замеры провели. Уживание воды поднимали тут. Занятия, замеры. Ну и православный библейский сайт. Обычно я беру вопросы-ответы. Здесь никак нельзя. Нужно быстро уходить. Раскручивали проволоку, шестёрку. Шесть. И Володя из рук выпустил. Она выше глаза взяла у меня, ударила. Там по лицу. В кость. Господь помиловал скручены вот эти пасынки, бетонные прикручивают. А мы эту проволоку растягиваем, бьём молотком, тянем. И он его упустил. Из рук она сработала. Отлетела и ударила. Выше глаза буквально полсантиметра. Это Господь сделал, спас. На этом всё. Вот так. Продолжение следует...